И в продолжении темы сегодня сортовал районный этап конкурса юных инспекторов «Зеленая волна». Пять команд боролись за право выйти в финал. А теперь кругом автомобили и движения круговорот, чтобы на углу тебя не сбили, наблюдай внимательно пешеход. На мгновение все перенеслись в силу Простоквашино. Однако теперь по правилам конкурса это современный мегаполис, где не один велосипед у почтальона Печкина, а множество автотранспорта, дороги, дорожные знаки. Именно через игру и мультфильм ребята и рассказывали о правилах безопасности дорожного движения. А сейчас Простоквашино и машины, и дороги, и перекрестки, и мы пытаемся через песни, через стихи, через сценку показать зрителям, что надо соблюдать правила и не нарушать их. Фантазия – непосредственность на сцене. После такой трактовки правила движения невозможно было не запомнить. Задание для всех одно – через героев мультфильмов рассказать, как действовать в той или иной ситуации на дороге. Участники говорят, сложно было отдать свою энергетику зрителям. Строгие судьи в погонах и без не всегда поддавались эмоциям. И они сами понимают проблему, которая на дороге встает. Они все это понимают, они изучают, они новости смотрят. И в стране это актуально сейчас тема, что надо с школьного возраста все это изучать. И вот там в стихотворной форме запоминается лучше. Скверное поведение автомобилей, разборки на дорогах. Дети подмечают все, что делают взрослые дяди и тети за рулем. И сегодня своими сценками, а завтра личным примером, они намерены поменять этикет на наших дорогах. На гребне «Зеленой волны» в этот раз по праву оказалась команда «Просто класс» третьей школы. Продолжение следует...